Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств в эфире М1 Челлендж 83 Представляем вашу вниманию третий поединок основного карта турнира Татфайт 5 Представляю вам героев этого поединка Для меня бой с Раулем серьезное испытание Я очень сосредоточен на этом поединке И для меня важно проявить себя очень хорошо Потому что это претендентский бой Я хочу не только выиграть, но и показать красивый, зрелищный бой Чтобы зрители запомнили меня Субтитры создавал Я особо не сосредотачиваюсь на его сильных сторонах. Он крепкий парень, физически крепкий. Я могу сказать, что у него не особо развита выносливость и не всегда есть план на бой. И я этим непременно воспользуюсь. Я не знаю почему, но есть предчувствие, что этот бой завершится досрочно. Постараюсь немного измотать соперника и буду искать вариант для финиша. Владимир, очень добрый. Рауль, ты увидишь лучшего Владимира Канунникова. Уважаемые дамы и господа, трех раундовый супербой в легком весе. В синем Гурейже спортсмен из Грузии представляет Гурам Файт Клаб. Встречайте, Раул Тутараули. Субтитры создавал DimaTorzok Раул Тутараули. Ну что ж. Речь выходит, Рауль Тутараули. Один из бойцов, за которых особенно, наверное, радостно, потому что можно сказать, что вся его карьера, его бойцовское развитие происходит на наших глазах в М1. Появился он с рекордом 2-1 на турнире Тбилиси, посвященном памяти Кураму Ганишвили. И вот сейчас дорос до претендентского боя против Владимира Канунникова. Очень любят его болельщики. И тут, в общем-то, и объяснять, наверное, ничего не надо. Человек, который всегда стремится завершить бой досрочно. Не просто там заводить соперника, а буквально уничтожить его, бить в конвас. Чемпион мира по гикбоксингу. Победитель Кубка мира по Кудо. Чемпион Грузии по смешанным боевым единоборствам. Близер чемпионата мира среди любителей по смешанным боевым единоборствам. Потрясающий боец. В общем-то, проигрывал в М1 лишь Домиру и смогу в крайне упорном поединке. И сейчас есть у него шанс завоевать право на реванш, который может состояться уже 10 ноября. Однако для этого нужно ему, конечно, преодолеть сопротивление крайне неуступчивого оппонента. Не менее ожидаемый бой, как и предыдущий, как и для нас, матчмейкеров, так и для болельщиков. Потому что очень многое на Кану. На Кану выход на пояс чемпиона. И бьются очень-очень крутые бойцы. Рауль Тутораули, конечно, своими зубодробительными поединками. Уже давно всем хорошо известен в М1. А Владимир Канонников, несмотря на свой дебют у нас, очень хорошо известен в российских ММА. Но поподробнее мы его представим вот сейчас. Спортсмен в Красном Гурлиже представляет Российскую Федерацию. Клуб Стрела Промоушен. Город-герой Москва. Встречайте Владимир Канонников! У нас первыми боями главного карба, где мы уже видели и камбэки, и потрясающие финиши. В общем, ждем. Настрой запредельный. Настрой запредельный. Встречайте Владимир Канонников. Встречайте Владимир Канонников. Встречайте Владимир Канонников. Встречайте Владимир Канонников. Напряжение в воздухе можно ножом резать. Ставки очень высоки у этого поединка. Встречайте Владимир Канонников. Встречайте Владимир Канонников. Нужно, наверное, с мощью Бутенко сравнить, когда он выступал 70 килограмм. Ну что ж, представил нам сейчас Йон Фриман обоих бойцов. Напряжение в воздухе. Можно ножом резать. Ставки очень высоки у этого поединка. Конечно, мощь Канунникова нужно, наверное, с мощью Бутенко сравнить, когда он выступал 70 килограмм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В общем, тем, кто думал, что будет пытаться Канунников соперника завозить, показывает он, насколько они были неправы. Да, вот сейчас уже зажимает Рауль Тараулю в клинче, получив на встречу от Канунникова. Интересно, прямо неожиданно, скажем так. Да, 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 забьет. Канунников вовсе не испугался ударной мощи по Тарауле. Кто-то очень, очень сильно переживает. Зрительница. Ну, есть за что, да, сегодня, конечно, такие бои драматические, что и бывалые люди запереживают. А тут, да, первый раз в Казани в М1-челлендж с такими боями заехали, что... Рауль пошел в борьбу. Да, тут решили они на сильных сторонах друг к другу играть. Интересно, очень интересно. Да, Рауль пытается тут ломить. Но даже мощи Рауля тут у Раули не хватает. Ну, да, здесь, конечно, видно, коса на камень нашла. Прошло 3,5 минуты, но мы видим, что это бой абсолютно равных оппонентов. Ну, да, здесь, в общем, я думаю, сейчас очень внимательно за этим поединком следит Дамир Исмогулов, да? Да, анализирую сейчас то, что происходит, потому что кто-то из этих ребят выйдет с такого боя с полным правом бросить вызов ему, действующему чемпиону М1-челлендж в легком весе. Причем мы сейчас неоднократно видели, как Эдуард Владимирович Шарабоков, который находится в углу Рауля, советует ему работать именно из этой позиции, именно из клинча, не разорвать дистанцию, что интересно. Канунников пытается бросить, да, тут у Раули там сразу контрит его, здорово очень. Да, да, да. Прихватывает шею, пробивает коленями, о-о-о, тяжелее шелось. Это партер, дорогие друзья. Да, 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 не понимает Канунников, похоже, что происходит. Объясняли, что так как сейчас новые правила, да, и согласно Юнифайтеру не считалось. И пошел в обмен от Утараули на свою дистанцию. Страшеный удар, Канунников отвечает. Да, Тай, Тай, колено из тайского клинча было, а Канунников завелся, мы видим, вопреки, не сломался, а наоборот пошел вперед. Очень интересно. Открывает его Рауль. Пытается за спину зайти, заходит. Да, и ох. Канунников сворачивает, на ногу выходит. Пытается вылезать, выйти. Но видит, видит все Рауль. Присекает эту попытку, пытается здесь работать сверху, бить, остается 20 секунд. Подбрасывает, подбрасывает его Канунников. Пытается просунуть удары, там Рауль, чтобы окончательно этот раунд в свою пользу обернуть. Вывернулся, зашел в маут. Ну, концовку удара, ну и правил, грузинский боец, да. Вот мы видим опять нашу эмоциональную болельщицу. В СИ, по-моему, да, но там сама в Рейджи присутствует всей душой. Ой, да, ну и бои, Александр. Вот это да, сейчас пока, да, мейнкарт вообще огонь-огонь. Да, такой перелом сюжета, да, каждые буквально 30 секунд, если не чаще. А хотя какой там 30, да, вон Ландер Харапков мы видели буквально за там 3 секунды все изменилось. Да, ну а что, Морозов, который засыпая стряхнул Фернандеса и добил его. Потрясающе, потрясающе. Да, пока что, как бы, да, ну, не забегаем вперед, пока что, да. Идет, идет, идет пока все. Вот здесь, да, было такое некое понимание. А сейчас подождите, по новым правилам, касание тремя точками же считается фактором ли? Нет, касание даже четырьмя точками не считается, если это только пальцы. Надо либо двумя руками, ладонями, либо двумя кулаками, либо если колено, то тогда тоже только эти три точки считаются. Все понял, да. И, видимо, немного вот эту... Чтобы избежать, да, избежать казуса знаменитого боя Костя Глухов, Михаил Газаев, видимо. Правильно, в принципе, введено это правило. Ну да, он изначально из Америки, потому что... Ну что ж, да, посмотрим. Тренерский состав. Интрига, да. Тренерский состав Звездный в обоих углах. Эдуард Шарабоков, Георгий Кабулашвили у Рауля Тутараули и Тарас Кияшко. А также Михаил Колобегов. Да, и Михаил Колобегов, извините, у Дани... В углу у Конульникова. Столкновение команд, столкновение школы стилей. Ну да, ну тут уже вот даже, да, если не знать, кто какой стиль представляет, тут уже не скажешь, да. Ну, если бы не знать, да, посмотрев первый раунд, да. То есть оба делали все. И боролись, и били, причем одинаково успешно. Ну, в общем-то, на то они и универсальные бойцы, которые должны уметь все одинаково хорошо. Вот они, два замечательных примера таких универсальных бойцов. Хороший удар тут Арауль, отвечает Маканунников. Рауль хочет затянуть в свою игру Владимира. Да, выцеливает, выцеливает. Ну, мы знаем, Рауль-то не залежит сейчас, свою пушку разрядить. Еще обмен, опять обмен. Старый добрый стиль Рауля, да, который так любят болельщики. Ух ты, пробивает Канунников, но не потрясен тут Рауле. Да, да. Ну, не, а сколько Дамир Асмагулов засадил просто в Рауле. Да, держать Рауль. Мы понимаем, да, что Рауль очень крепкий боец. Да, мы видим. Не держать удар, если кто-то по нему попадает даже. Да, да, тут мы видели, оба были настроены, конечно, на 100% перед этим боем. А тут вот нам подсказывают, а ладно, отложим, да, некогда исторический экскурс проводить. Тут Рауле прихватывает Канунникова за шею, наносит мощный угар. И вот, да, еще одно колено такое. Может быть, это даже привет от Эдуарда Шарабокова. Да, да, да. Команде Владимира. Ну, вот если касаться команды, сейчас вот Виталий Шатковский нам тут подсказал маленький исторический экскурс, что и Тараски, и Яшко, и Эдуард Шарабоков оба когда-то были в кое-карате. У небезызвестного Кисергина. Да, да, теперь видите. Так что, да, вот по разной стороне баррикад теперь эти люди. У вас сейчас, как бы, да, сейчас тут Рауле выжимает, выжимает он потихонечку Канунникова, таскает его по канатам. Да, да, мы видим. Наверное, рано еще говорить о том, что там Канунников устал или что-то, но чуть снизится чуть-чуть в бою. Смечает коленом, как мы видим. После того, как таким кавалерийским наскоком начал, да, этот бой Владимир. Теперь уже окончательно ясно, что нету легкой жизни, и Рауль, конечно, борется за свой реванш изо всех сил. Легкая жизнь здесь никому не обещалась. Парни крайне заслуженные. Очень мощные. Вот колено хорошее от Канунникова проходит. Оказалось, что Рауль зацеп изнутри готовит для того, чтобы перевести соперника. Мне достаточно ему комфортно и здесь. Запираю соперника у Каната. Работает он, а Владимир, мы видим, не может оторваться. И, в общем-то, никаких здесь активных действий не предпринимает. И вот Ян Лопопник решает начать сцентр. Снова у нас готовятся ли к размену стойки ли к клинчу бойцы. Ох, промахнулся, да, промахнулся Рауль. Да, 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 Канунников просто снес его сразу же. Да, видно, заметил он это движение и тут же, тут же зашел в корпус, уже перевел. Да, влетел как надо, прям сбил Рауля. Сейчас будет контролировать его, Рауль пытается вырваться. Отбивает ногу. Не дает им встать Раулю, сейчас будет накатывать на него. Ну, встает и отстает Раулю. Встает Рауль, да. И еще один, еще один, еще один пытается тайгдаун провести. Заработать баллы Владимир Канунников. Ничего себе, дорогие друзья! Сохнился сейчас очевидно Рауль, но не помогло ему это. Да, Канунников его поднял и швыранул. Да, ну вот, конечно, лучше Рауль такого не делал, чтобы сейчас на ровном месте по такому бою желтую карточку не получить. Да, да, да. Мне кажется, столкнись в своем... По-моему, за Владимира болеет эта девушка, да? Да. Мне кажется, столкнись, Александр Бутенко в свою бытность, в свою 70 килограмм с Канунниковым, вот его бы он потаскать бы не смог. Соглашусь с вами, пожалуй. Ну что ж, да, бой просто мега. Соглашусь с вами, пожалуй. Соглашусь с вами, пожалуй. П2021. Просквы, ребята. Позволь, популярен! Погода! 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 всегда можно сейчас проживает этот бой в ринге я но цена 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 успеха здесь жалко что нету здесь зале самого до мира мне кажется было бы интересно наблюдать его как вот он рассматривал здесь оппонентов какие эмоции но за мир такой парень у которого эмоции не прочитаешь никогда у него эмоции могут проблеснуть когда он чемпионом становится это буквально на несколько секунд но у нас третий раунд боя в котором на кону выход попал попал к тарауле да и пытается но вот да не стал развивать он свой успех ударный пытается сейчас свалить канунников спину сейчас вылазить но нелегко будет сейчас канунникову здесь удержаться поскольку третий раунд потихоньку медленно верно руку руку сейчас руку да успел оттуда вытащить но канунникову не развернулся он зажат в угол там тяжело там тяжело сейчас канунникова провести например болевой поскольку там просто ему не разогнуться да и сейчас как бы сейчас пытается понимаешь врачу свою руку что сейчас еще спину как бы пропустит скорее всего вот эта ситуация тяжкая для него ну да сейчас вот здесь уже куда более комфортно раулю говорят ему что надо работать нужно работать в принципе позиция для рауля была хорошая как под ним канунников сейчас просто вы смотрите сайте как бульдозер и снова идет основу я просто тащит ваша рауль рауль весь уже просто в контур откинулся туда там строу делает и попутно бьет чтобы уже канунников расцепил этот захват а канунников не расцепляет потому что понимает удар коленом мощный надо надо что-то делать потому что может быть вот этот как раз и шансы есть но он сейчас разорвал нет захват рауль продолжает бить продолжает атаковать сейчас отсюда принципе такая позиция из которой там нокаутирует владимир вряд ли он сможет но очки набирает без ушей пытается сейчас поджать его на гильотину на гильотину но там недостаточно будет рычаг для того чтобы ее чтобы разогнуться скорее всего вряд ли вряд ли хватит том что там сел сейчас канунников либо нужно траулю вставать попытаться встать и эту гильотину докрутить но он пытается пытается видим мы работает он упорно этой гильотиной и вот и пошла гильотина пошла 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 мы видим да как-то пока что там в руках к новой ситуации до конкурса просто снял себя мне показалось какой-то момент да бой сумасшедший ух нелегко нелегко обоим конечно стоят оппоненты друг друга на все сто процентов мне кажется где там сейчас эту решетку порвет да нелегко конечно сейчас георгий кобалашвили там нам сейчас по количеству суммарных децибел да у георгия и у эдуард шарабокова сейчас они какой-то звуковой рекорд надо бьют сейчас для трейлерского штаба всех времен но как раз их и показывают вот ну а здесь в принципе что да главное сейчас здесь ну со стороны рауля главное ему следить чтобы не накинул ему на треугольник или свип не сделал канунников что ему не очень легко учитывая то что его голова находится в углу рейджа а по так то время работает на рауля даже здесь его удерживать и это понял и канунников сейчас открыл гард и уже пытается активно выбираться из этой позиции полежала немного закрытом гарде и понял что в общем-то мало что это ему приносит пытается оторваться сейчас рауль что пробить срывок канунников встает но тут же тут же набрасывается на него рауль не отдает не пяти земли сейчас владимир уже будет рисковать вариантов нет а здесь уже стоит рисковать поскольку минута остается и в общем то если все так будет продолжаться то видимо эти раунды да останется да и бой наверно останется за грузинскому спортсмену хотя посмотрим конечно все вот можно но вот интересно да снял захват рауль и тоже непонятно то ли выигрывать время пытается вот да вываливается канунников но возвращает его тут же 40 секунд до конца да но канунников показал товар лицом показал за что его подписали в м1 показал что никому легкой жизни он здесь не даст ни одному топу однозначно вот стаскивает его рауль сейчас остается только развернуть его спиной на канвас не разворачивайте спиной на канвас канунников понимаешь поди-ка ты разверни пока может он дышать и сопротивляться он это делать стопроцентно будет 10 секунд последние 10 секунд которые рауль проводят в атаке да раунд конечно за полной доминации рауля тут арауле прошел на предыдущие два кому отдадут что ждем решение бой был классный еще один классный бой а а а а а а а Колено, потому что что ты две руки-то поставил? Очищаться нужно. Да, очищаться нужно. Поставил байк? Да, мы уверен в победе грузинский угол. Ну, трекер-раут однозначно да, он выиграл. Есть у них основания так думать, конечно. Ну, что ж, сейчас нам объявят решение вове Сергея Морозова, который уже свою победу здесь добыл. Очень нелегко, надо сказать, бою. Ну, что ж, Рауль Тутараули у нас приезжает в Москву драться с Дамиром Исмоголовым. Да, Дамир Исмоголов уже, видимо, начал просматривать сейчас все его бои. Вспоминать свой бой. Вспоминать свой бой с ним. Микрофон is yours, my friend. Вспоминать свой бой. Вспоминать свой бой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok